Книга «Открытым оком», тема «Пища», 2-й том, вопрос 1140, 1 Коринфянам 10, 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Неужели можно есть и молочное в пост в гостях? Или это только об идоложертве нам сказано?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То, что эта пища была посвящена идолам, а потом употреблялась в пищу, то определить это, что она побывала на идольском жертвеннике, не смогли бы даже сегодня никакие экспертизы. То есть человек это только узнавал, когда ему про это говорили. Иные, приходя в гости, начинали делать расследование и спрашивать, не идоложертвенное ли это? Такое любопытство апостол Павел не одобряет. Во-первых, это порождало большую подозрительность. А Иоанн Влатоуст говорит, что ничто так не расстраивает дружбу, как подозрительность. Пример. Если вы слышали, что многие испортили свой желудок через солонину, при консервации которой употребляется уксусная эссенция, а определить ее присутствие вы сами не можете, то вы спросите, нет ли там таковой. Если вы, или сегодняшнее растительное масло не должно подвергаться термической обработке, то есть попадать на сковородку, и им можно пользоваться только подливая на столе. Если мне кто-то подает пирожки, изготовленные на растительном масле, я обязательно спрошу об этом. Те, кто жарит на этом масле, в подавляющем большинстве умирают от рака кишечника и рака желудка. А в узнавать, исследовать идоложертвенное ли это, не было никакой необходимости, потому что от этой пищи не было никакого вреда. Что же касается молочного или мясного в пост, что нам, православным, запрещено принимать, то про это даже и не надо говорить, не ешь и все. Ты же ясно видишь, что это кусок свинины, а не картошка, и молоко в кружке, а не шнапс с водой. Это-то и исследовать не нужно. И на глазок видишь лицемер.